Всем привет! Сегодня я хочу сделать плов, ну плов такой вот домашний, не праздничный, без кишмиша, без гороха, ну просто типа рисовая каша. В общем, хочу показать, как его готовлю я. Потом приготовлю лук. Вот у меня столько мяса получилось. Это все я буду жарить. Вот столько начистила лука. Я лука всегда побольше ложу. Пока у меня будет жариться мясо, я его порежу. Вот у меня жарится мясо. Вот так, да, вот эти кусочки пожарятся. Вот столько я нарезала лука. Лука мелко резать не надо, вот так крупно. У меня в тарелке был лук, я его порезала. У меня морковки маловато, я поэтому побольше лука положу, ну чтобы повкуснее им было. Вот такая вот корочка. Вот. Сейчас будем пускать лук, я пущу лук и, это, на медленный огонь поставлю, буду резать морковку. Пока буду резать морковку. Вот у меня морковки мало, я решила ее потоньше порезать, чтобы побольше было. Вот, сейчас у меня лук пожарится до золотистой корочки, я запущу коза морковку. Теперь меряем рис. Рис я держу вот в такой вот, в таком контейнере. Вот крышечка я открутила. Вот я обычно варю три баночки. У меня баночка пол-ветровая. Вот, пол-ветровая баночка. Я меряю рис. За счет того, что я сейчас сделаю. Вот, вот, раз баночка. Рис у меня длинненький, беленький, обыкновенный. Ну, продают. Вот длинненький такой, не нахуй, амфик какой-нибудь там рис. Два баночка. Я варю много, чтобы осталось еще на завтра. Вот. Три баночка. Вот у меня три баночки риса. Воды я буду наливать, несмотря сколько там мяса, там лука или моркови. Это без разницы. Я наливаю четыре баночки воды. Ну, обычно горячая, можно и холодная. Без разницы, какую будут удалить. Вот. Если у меня, значит, две баночки риса, я наливаю три баночки воды. Если у меня три баночки риса, я наливаю четыре баночки воды. Ну, в общем, на одну баночку больше, чем риса воды. Вот. Я так считаю. Все время я так готовлю. И я не боюсь, что я там перелью воду там или еще что-то. Ну, в общем, я всегда так оттоплю. Вот. Вот у меня пожарился лук, мясо. Вот я пустила морковку. Сейчас я это все перемешаю. Ну, вот у меня морковка уже поджарилась тоже. Вот лук, морковка. Еще немножко на медленный огонь поставила. Пусть еще немножечко вот жарится. Я вот приготовила чесночок. Вот помыла уже его. Вот этот чеснок я буду ложить в лов. Вот. Ну, вот я зажарила до такого вот состояния. Теперь я, значит, сейчас буду заливать воду. Вот я залила четыре баночки пол-литровых. Вот у меня начинает кипеть. Залила я горячей водой. Я сейчас накрою крышечку. Ну, может быть, пенку сниму. Это накрою крышечкой. И сейчас у меня будет вариться. Мясо будет вариться. Вот мы купили киш-миш вот такой желтенький. Я его помыла. Вот. И вот у меня другой приправы нет. Я сегодня положу. Мы обычно для плова берем на рынке приправы. Сегодня я положу вот эту для кавиолины приправу. Я неудачно оторвала. Приправа осталась там. Вот эту приправу я немного положу ложечку, наверное. И ложку столовой соли. Столовую ложку соли сейчас положу. Вот я ложу столовую ложку соли с горочкой. Вот все мешаю. Можно и приправу сейчас тоже насыпать. Больше у нас, наверное, ложки две тут будет. Вот. Ну, что, помешаю. Это я мою рис. Рис нужно мыть до тех пор, пока вот вода не станет прозрачной. Вот. Надо вот эту всю муку все это вымыть, чтобы вот рис у меня мелковатый. Вот каша. На плов нужно рис такой, чтобы был весь целый. А тут что-то вообще весь. Смотрите, что какой мелкий-мелкий. Ну, ладно, будем кашу кушать. Уж я уже намочила его вот в сухом виде не видно. Ой, какой мелкий-мелкий каша получится. На плов рис должен быть целый. Не такими вот мелкими, как сечка. Совсем что-то я не посмотрела. Ну, ладно, что ж теперь. Вот я помыла рис. Совсем-совсем мелкий, сечка. Я не посмотрела. Сухой его что-то прям и видно не было. Вот, совсем мелкий. Ну, что ж, будем кушать кашу. Из такого риса плов не получится. Вот я пустила июнь, ну, киш-миш. Пустила сюда этот чеснок. И пустила сюда рис. Ну, рис у меня почему-то весь какой-то поломанный. То ли он поломался, пока я его мыла. Вроде бы был ведь длинненький. И вот на сильном огне вот эта вода должна выкипеть вся. Вот я запустила и теперь я буду, пока вот вода кипит, пока вся вода не выкипит. Я покажу. Ну, вот вода выкипела. Вот видите, воды нет. Я вот так вот сейчас соберу. Добавлю, поставлю на медленный огонь. Например, до меня. И получилось, конечно, у нас кашу. Но кашу должно быть вкуснее. Чуть на огонь. Ой, запустела. Вот я вот так вот делаю шапочкой. Накрываю крышечкой. И сверху закрываю полотенчиком. Ну, минут 20-25. Потом вот так вот на медленном огне. Все, потом мешаете и кушаете. Вот я размещала свою кашу. Кашу плов. Сейчас наложу в гребану, посмотрим. Вот что у меня получилось. Вот что у меня получилось. Ой, каша. Ходила я на почту, получила пенсию, и вот кое-что я зашла в магазин и купила. Вот у нас у меня такие клеёнки уже страшные, старые. Вот я зашла в магазин и купила вот на три стола сразу вот клеёнки. Звела 7 метров, не знаю, хватит, нет, ну, должно хватить, я так вроде посчитала в уме. Ой, вот такой у меня бардак на столе, никого нет, все на работе, сын один сижу, что пришёл, там играет у себя. Вот, а я зашла в магазин и купила вот такие конфетки, но не похожа на баконечки. Вот, видите, орешки, ну, почему-то белая начинка. Ну, не знаю, посмотрим. А раньше вроде другая была начинка, что-то я не знаю. Купила вот еще яблочек, 2 килограмма, вот эти большие яблоки, 7 рублей килограмм. Вот это 2 килограмма, теперь у нас тут вот так, у нас так в магазине хорошо ослуживают, всегда все мешочки, яблочки, всё. Даже хлеб всегда у нас в мешочках, вот это, наверное, всё, 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 всё в мешочках. Вот так у колбасы я купила. Тервилат, русские колбасы. Вот эта колбаса 45 рублей. Вот, это что здесь. Чаем, вот мы попьём. Я забыла купить сахар. Вот. Потом мне вот пришло письмо. Почт на почте, это из этого пенсионного фонда. Мне нужно собирать документы, мне 54 года в этом году. Мне нужно теперь собирать документы на пенсию по старости. То есть у меня сейчас льготная пенсия идёт. Это вот пришёл Катана. Вот, да, тут тоже на почте, да. Ну и так, вот. Такие у меня покупочки сегодня пока. Ну вот, я постелила новую клейконочку. Завела порядок немножко на столе. Вот, я вот эту баночку думала, думала, куда же я её приспособлю. Ну, вы знаете, я взяла соль сюда насыпала. Здесь вот килограмм соли сюда вмещается. Вот, пачка. Вот я её говорю, удобно. Ничего вряд ли попадёт, крышка плотная. Вот, насыпала. Килограмм соли сюда вот помещается. Вот, насыпала. И здесь я постелила клеёночку. Вот обновила. А то те клеёнки такие уже страшные стали. Скатерть мы стелили на праздник. Поставила яблочки. Такие большие яблочки по 7 рублей. Я не купила у нас в магазине, в деревне. Хорошие яблочки. Вот конфетки. Вот так вот я обновилась. Сейчас буду пить чай. Вот колбаска в разрезе. Такая вот жидненькая. Вот сало. Вот, сын попробовал. Говорит, хорошая, вкусная. Вот, я сейчас себе сделала чай. Сейчас я попью чай. И пойду кормить свою скотинку. Вот такая вот колбаска. Наверное, вкусная, сейчас я попробую. Ну, да, в самом деле вкусная. Ну, такие бутербродики на хлебушках. Таким, без масла, без ничего. Просто с колбаской. Принято. 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 Субтитры сделал DimaTorzok